Сегодняшняя сессия городской думы проходила, конечно, не как вчерашняя сессия законодательного собрания области. Я напомню, областные парламентарии накануне заседали больше 8 часов. За это время они рассмотрели порядка 100 вопросов. Так вот, сегодня депутаты городские справились задачи куда быстрее всего. За 2,5 часа в повестке было всего 40 пунктов. Начали, как и на вчерашней сессии ЗСО, с отчетов. Итоги прошлого года подвел глава областной столицы Евгений Шулепов. Город преображается. Экономика выросла на 16%. Но главное, рождаемость превысила смертность. По мнению градоначальника, лучшего показателя работы быть не может. Те деньги, которые мы выделяли по 100-150 миллионов на здравоохранение, кроме других источников финансирования, плюс пропаганда здорового образа жизни, 60 тысяч занимающихся спортом уже в 2 раза за 3 года мы выросли. Все это дает положительный результат. Вот это самый, на наш взгляд, главный успех нашей с вами совместной работы. От итогов к работе текущей. Доходная часть городского бюджета увеличилась почти на 150 миллионов рублей. В основном благодаря налогам. И эти деньги сегодня распределили депутаты. 10 миллионов пойдет на реконструкцию стадиона «Локомотив». По 4 миллиона получат волейбольный спортивный клуб «Политехник» и футбольная команда «Динамо». Отдельная часть расходов – дошкольное образование. В частности, новый детский сад на улице Горького. Если вы помните, в мае мы уже выделяли 15 миллионов рублей. Идут активно работы там. Мы добавляем еще 25 миллионов рублей для того, чтобы полным ходом осуществлять реконструкцию и сдать в максимально сжатые сроки еще одно дошкольное образовательное учреждение. Увеличились и ассигнования на дорогу в микрорайон Лоста. Строители получат дополнительно 25 миллионов рублей. На развитие улично-дорожной сети вообще пойдет чуть ли не большая часть всех дополнительных средств. ПТП-1 получит порядка 20 миллионов рублей. Это приобретение автопарка, современных, отвечающих многим требованиям автомобилей. Ямочный ремонт порядка 40 миллионов. То есть, это вот такая сумма, она достаточно емкая, но не конкретно на какую-то улицу. Это вот текущий ремонт дорожной сети. И как сегодня сообщили депутаты, область отказала в возврате одного миллиарда рублей. Напомним, теперь вместо 40% налога НДФЛ город получает назад только 20. Парламентарии обратились к губернатору Олегу Кувшинникову с просьбой вернуться к прежним нормативам. И в итоге мы получили вот такой чистый формальный ответ, что вам, мол, все выдается, и нам отказали. К нам пришел ответ за подписью, конечно, не губернатора. Ну, во-первых, давайте так, даже с точки зрения этики, когда обращаешься к кому-то, отвечать должен он. Как заверили депутаты, к этому вопросу они вернутся уже в следующем парламентском году. Впереди каникулы. Вновь парламентарии соберутся вместе только в сентябре на очередной сессии Вологодской городской думы. Александр Устинов, Алексей Романов, Новости Вологды.